Видим хорошие события, обнадеживающие, в частности, получаем такую информацию с юга нашей страны. И вот, как пишет американский институт изучения войны, вероятно, ВСУ уже совершили прорыв на линии Работина-Вербовое. В целом, хочу вас спросить, какая обстановка на юге страны, как это видится вам, и насколько угрожающее положение дел для оккупантов на юге Украины. Ну, самое главное, самая острая ситуация складывается вот в районе, в треугольнике Работина-Вербовое, по-моему, так произносится, и Новопрокоповка. Вот в этом треугольнике действительно, ну, на самом-то деле, сведения о том, что так называемая линия Суровикина была пройдена по направлению к Вербовому, была пройдена еще дней 10 тому назад, как минимум, потому что на некоторых картах, где обозначены и районы, контролируемые вооруженными силами Украины, и вот эти линии обороны российские, в том числе линия Суровикина, они были... Ну, вот, да, вот эти вот карты показывают, что эти линии, которые как черные червячки тут на этих картах ветвятся, значит, они были пройдены довольно давно. Ну, что имеет в виду Институт изучения войны, как я понимаю, так это то, что сейчас, вот в последний, может быть, день-два, бои распространились уже на северо-западную часть Вербового. Вербовое, оно как бы, так сказать, такое вытянутое с северо-запада на юго-восток. Но на этой карте этот населенный пункт не обозначен, но можно, да, вот так примерно представить себе. Значит, что имел в виду Институт? Он имел в виду, что туда, за эти линии Суровикина и другие оборонные линии, фортификационные сооружения русских, туда перебрасывается уже тяжелая бронетехника. Вот это считается по критериям этого Института, это считается, вот, если за вот эту линию укреплений переброшено уже и танки, и боевые машины пехоты, там тяжелая артиллерия, ну, значит, уже действительно все прорвано. Что дальше будут делать вооруженные силы Украины, занимая Вербовое? Почему этот населенный пункт, это село имеет такое серьезное стратегическое значение? Потому что если посмотреть на эту карту, то видно, что движение после того, как оно будет занято, ну, или хотя бы наполовину занято, движение может быть на северо-восток, с тем, чтобы окружить группировку русских войск, которые находятся вот в этом, как бы, выступе, который нависает над вооруженными силами Украины, вот он, этот выступ виден на этой карте, А это опасная штука, потому как уже имелись планы, так называемые планы Теплинского, это командующий воздушно-десантными войсками России, значит, ударить с фланга в основание вот этих, значит, рассечь надвое группировку вооруженных сил Украины, которая ведет наступление, и, соответственно, окружить ту часть, которая продвинулась вперед. Вот для того, чтобы ликвидировать эту угрозу, угрозу флангового удара, это одна из основных задач вообще любого командующего, который организует и руководит наступлением войск, это избежать угрозы ударов с фланга. Вот, значит, занятие вербового может помочь решению этой задачи, и если вооруженные силы Украины, ударные компоненты, двинутся на северо-восток, значит, может быть окружен там полк воздушно-десантных войск, по-моему, он принадлежит 76-й дивизии ВДВ, который специально был и до сих пор, судя по всему, предназначен для того, чтобы создавать угрозу вооруженным силам Украины с флангов. Это одно возможное направление движения ВСУ. Другое направление – это направление на юго-запад, к югу от Новопрокоповки. И вот, да, вот тут очень мелко, но, в общем, понятно, где она находится. И окружить тогда группировку российских войск, которые находятся к югу. Вот там несколько показаны этих квадратиков или ромбиков, которые находятся между линией Суровикина и, значит, зоной боев. Вот эту вот группировку окружить, причем ВСУ могут двигаться уже не прорывая вот эти линии обороны русских, а как бы между двумя линиями. Вот двойная линия к северу, ближе к северу, и одинарная линия, которая идет на расстоянии, я так понимаю, пары километров, может быть, пяти километров к югу от нее. Ну, практически параллельно вот этой двойной линии. Это очень такое перспективное. С моей точки зрения, ну, штаб ВСУ может иметь какие-то свои планы, но вот с моей точки зрения это довольно перспективное направление. Так что вербовое – это очень важный стратегический пункт. И то, что бои уже идут на территории, на его территории, это, я считаю, очень положительное развитие событий. Субтитры создавал DimaTorzok